И чем дальше ты читаешь, тем больше интрига, она нарастает, она увеличивается в размерах и вызывает все больше и больше интерес. Всем привет, меня зовут Даша, и мне дико непривычно видеть себя заплетенными волосами. Камера вечно со спущенными, у нас просто такая жара. И сниматься со спущенными волосами, это все равно, что надеть шубу норковую. Но вернемся к делу. Сегодня буду рассказывать о двух книгах, и они с собой не очень-то зачитаются, хотя в последнее время я стараюсь как-то их объединить под названием общим, каким-то, которое бы давало им повод для общения между собой, что ли. Но вот в этот раз как-то так не вышло. Итак, первая книга, о которой я расскажу, называется «Тайна моего мужа». И автор у нее Лиана Мориарди, это австралийская писательница. И на самом деле, когда я увидела название, а я хочу сказать, что фразу «Не суди книгу по обложке» я воспринимаю в том числе и буквально. Так вот, после прочтения этой книги мне захотелось дополнить ее, и по названию тоже судить не стоит. И то, что когда видишь подобное название, «Тайна моего мужа», что первое приходит в голову. Приходит в голову, что это женский роман и не обязательно хорошего качества. Но это не так. Да, здесь затагиваются женские проблемы, в том числе самого разного плана. Ну, здесь имеется и ютюктивная линия, и она очень шикарная. Собственно, как начинается книга? Мы видим одну семью, главу этой семьи, ну, женскую главу этой семьи, скажем так. Знакомимся с ней, она там что-то вспоминает, о чем-то размышляет, что-то делает. Находит письмо от ныне же живущего мужа с надписью «Вскрыть после моей смерти», адресованное ее имя. Конечно же, попадает в ступор, потому что моральный кодекс ей не позволяет его открыть, так как муж как бы еще жив. Вот, но и жестко хочется узнать, что это внутри. И вроде как ты привыкаешь к этой сюжетной линии, а потом внезапно ты читаешь совсем о других людях, которые, казалось бы, не имеют абсолютно никакого отношения к первой семье, с которой она сначала знакомит. И все это разворачивается, разворачивается, дальше, дальше, дальше. И чем дальше ты читаешь, тем больше интрига, она нарастает, она увеличивается в размерах и вызывает все больше и больше интерес. И особенно мне нравится философский посыл, который мы наблюдаем в самом конце. Уже после того состоялась развязка. Это такое не то чтобы послесловие, но и не сказать, что это вот прям часть самой книги, но оно шикарно. Там столько много смысла можно для себя обнаружить. Конечно, зависит от точки зрения, с которой вы смотрите на мир. Но я для себя это нашла очень много. И что касается концовки, я должна прохвалить автора. У меня было две, я когда почитала, у меня было две теории. И они были такими очевидными. И я просто сидела, читала и при этом умоляла автора. «Ляночка, солнышко, зайенька, не подведи меня, не делай эти концовки, они слишком очевидные». И она их не сделала. Она меня... Ну, как бы и до этой концовки, в принципе, можно думаться. Но она гораздо лучше, чем то, что я предвосхищала. Это было шикарно. Я была удовлетворена. Потому что, если бы она сделала одну из тех концовок, о которых я размышляла, я бы чувствовала разочарование. Здесь она так ловко выкрутилась. И я очень довольна. Пожалуй, то, что я хотела рассказать вам в этой книге, переходим к следующей. Эта книга открывает, на самом деле, целую треологию, принадлежащую Перу Джонатану Страуду. И называется «Первая книга о Муреце Марканда». Это фэнтези, подрусковая фэнтези, как мне кажется, где повествование идёт двумя разными способами. Одна глава рассказывает об одном юном волшебнике, который находится на попечении у своего наставника. И вторая, нет, не вторая, не так. И следующая глава, это уже от единственного числа, рассказывает о себе один джин. И джин этот характером, ну вы, это джинни из диснеевского Аладдина. Очень похож манерами. Любит шутить, прикалываться. А мальчик — это такой собирательный образ всех юных волшебников, которые существуют в культуре, в мультфильмах мелькают, в книгах, в кино. В частности, он мне очень напомнил мальчика из мультфильма «Меч в камне». И, ну, тому повезло больше с наставником, чем в данном случае. Особенно там есть один момент, что джин превращается в голубя, и с ним начинает хиртовать, ну, настоящая птица-голубь. И тут мне сейчас приходится, что человек, какой вообще, во имя какой ты до меня докопалась, ты мешаешь, уйди. Сейчас критичный момент, а к нему там прям так и жмётся, так и жмётся. Я сижу такая, у меня острое чувство дежавио. Я вспоминаю, что в том же «Меч из камня» значит, волшебник с мальчиком природились в белочек, и одна настоящая белка, истинная, она по рождению своему влюбилась, влюбляется в белку, которая на самом деле мальчик. И, ну, вот, это самый такой похожий случай, который вспомнил. Но я абсолютно уверена, что был ещё случай вот именно с птицами. Только я не могу вспомнить, где я это видела. Я помню, что в мультфильме «Аладдин» кто-то там, по-моему, сам Джин в образе голубя обнял голубицу. Ну, так, ну, и секунду, это не то, это не то. Что-то другое должно быть. Ну, ладно, не суть, важно, что-то я заговорилась. И вот этот, на чём основывается их, как-то случается, что они входят в тандем, я вам не расскажу, потому что вам нужно прочитать об этом самостоятельно, если вас книга заинтересовала, так как, если я расскажу, это будет спойлер. Спойлер зло. Неплохой такой фэнтези. Очень много сносок, нереально много сносок. В тех главах, где о себе говорит Джин. Но это объясняется по тексту. Это не просто так. Но, так как я читала не в бумажном варианте, а в электронном, там нужно нажимать ряд кнопок, чтобы открыть и прочитать сносок, и я так устала от сносок, вы не поверите. Встречается очень полезная информация. Например, вот очень многие люди думают, что амулет и талисман – это синонимы. На самом деле там есть разница. И в книге очень хорошо эта разница объясняется. Умейте в виду. Но полностью с трилоги я ознакомиться не стала, потому что немножечко это не моё. Ну или, может быть, я просто ожидала большего, и, опираясь на эти свои ожидания, я немножечко обманулась, чуть-чуть самую малость. И поэтому моё знакомство с автором временно-временно, это не навсегда останавливается, именно заканчивается вместе с окончанием первой книги из трилогии по названию «Амулет Самарканда». Собственно, это все книги, которые я хотела вам сегодня поведать. До скорых книг. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok